Молодые геологи Казанского Федерального Университета на этот раз проходят свою учебную практику около города Ситиуша. Каковы успехи и что им удалось обнаружить, мы решили узнать у самих начинающих ученых. Итак, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь на данной практике? На данной практике мы занимаемся изучением общей геологии. И главная наша идея – это наблюдать все горные породы, иметь, пользоваться всякими геологическими инструментами, которые помогают определять, что это за порода. Уже далеко не первое десятилетие студенты Института геологии и нефтеказовых технологий КФУ проходят практику в Ситиушском и Камско-Устинском районах на побережьях Волги. За работу полевого геолога в любую погоду принимаются ребята уже с первого курса. Несмотря на то, что за плечами молодых ученых всего лишь первый курс, узнать они успели немало. Многим уже не терпится применить теорию на практике. Времени на получение навыков полевого геолога ни много ни мало – 10 дней. Это наша первая геологическая практика. Сначала у нас были выезды показаний однодневные, и сейчас уже восьмой день мы в Тесюшах находимся. Геологическая практика, на самом деле, это очень интересно, потому что в университете мы все равно получаем в основном только теорию, и на практике мы редко это применяем. И сейчас действительно идет такая достаточно сильная проверка наших знаний, то, что мы получили, все это отрабатывается на практике. Теоретические знания мы применили для того, чтобы определить сама враг, сколько ему времени, определить горные породы, из чего состоят, как они тут залегали, складчатость. Ну вот так. Студентам удалось убедиться лично, насколько Республика Затарсан обладает значительным минерально-сырьевым потенциалом, который слагается из совокупности углей, твердых полезных ископаемых, пресных и минеральных подземных вод. Особый интерес у ребят вызвал цветной гипс. Этот район богат цветными гипсами, разноцветными гипсами. Студентам нравится их находить, они их смотрят вживую, видят, что минералы можно и находить, скажем, не только рассматривать в коллекциях. Они видят результат осадка накопления в разрезе, иногда находят следы флоры и фауны. Учебная практика младых геологов длится 10 дней. Все это время ребята живут и занимаются исследовательской деятельностью прямо в лесу и на побережьях Волги. Здесь у них разбит лагерь и полевая кухня. Уже 28 июня ребята вернутся домой. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин